господи благослови по милости божией мы снова дожили до рождества христова слово рождество означает рождение другого перевода нет а вот если на практике применить как это будет выглядеть все справляют дни рождения ну скажи я справлял сегодня свое рождество как-то сразу же другой уровень нет нельзя так сказать ибо на что-то недосягаемое посягаешь выше даже в одном этом слове слишком велика претензия для козятки слово рождество применяется только к тому кто выше нас у русских хорошо что есть богатый язык свой русский и плюс к тому еще и церковнославянский и мы много берем из руковнославянского и даже того не замечаем во всех народах существует слово господин в немецком герр в английском лорд а у нас еще есть господь у них это одинаково господь или господин во всех языках есть слово лук а у нас ведь еще и чело во всех языках написаны глаза а у нас еще есть очи рот уста и уже как как-то другой уровень сразу ощущается когда говорится о рождении иисуса христа мы хотели бы знать пророчества были бы об этом были или нет церковь постановила читать несколько мест священного писания из ветхого завета и вот все места которые сегодня читаются в храме они как-то говорят о том что на земле что-то совершится появится еще одна личность при том личность очень необычная до конца не было известно до конца и мы не знаем всего о господи но написанное можем исследовать более внимательно господь говорит потфея 1317 ибо истинно говорю вам что многие пророки и праведники желали видеть что вы видите и не видели и слышать что вы слышите и не слышали мы сегодня знаем больше чем знал пророк и сайя больше чем и языки иль они знали одно пророчество а которые за ними были они уже и и не знали их не знали а мы и и знаем все мы знаем пророчество больше чем знал псалом во имя певец давид псалом 8 6 непонятно где он его написал но мысли давида были направлены к нашим дням вот он как говорит стих 2 основание его на горах святых господь любит врата сиона более всех селений иакова сразу вопрос а за что он его любит такие же камни такие же крылечки стены перегородки так что за что же господь любит иерусалим за то что там жертвы приносит но господь говорит амоса 521 ненавижу отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших исайя 1 глава 10 по 11 стих слушайте слова господне князья содомские внимая закону бога нашего народ гоморский к чему мне множество жертв ваших говорит господь я присыщен все сожжениями овнов и туком от кормленного скота и крови тельцов и агнцев козлов не хочу пророк давид скажет более того восемь шестой псалом упомяну знающим меня о рааве и вавиломе вавилоне вот вели стимляне и тир свьет ее скажут такой-то родился там а вот дальше царь давид сам того не понимая написал слова которые мы уже три тысячи лет после давида пытаемся проникнуть и он говорит так написано тир если он скажет такой-то родился там допустим в тире в москве нью-йорке и где-то в загсе выдадут документы метрики напишется такой-то родился но никто не знал кто такой будет адди маленький ребенок адольф уже близко к разведке понятно кто это такой будет есть люди о которых можно будет сказать будь проклят тот день когда ты родился чтоб тебе не родиться никогда почему чьего матери твоей не сделалось гробом об этом мы читаем у иеремии 20 14 проклят день в которой я родился день в который родила меня мать моя до не будет благословен проклят человек который принес весть отцу моему и сказал у тебя родился сын и тем очень тем очень обрадовал его виде бедствия грядущие на вселенную это что люди не слушают слова божия он так и сказал проклинаю свой день здесь же говорится что будет сказано такой-то родиться какой дальнейшем это проявится это будет или ученый или знатный военачальник по сегодня же будут говорить так всего нам называется иерусалим это гора сионская такой-то и такой-то муж родился в нем и в тире скажут и здесь и в тире скажут так и здесь но там стоит . родился потом тире умер а здесь написано запитая и сам всевышний укрепил его то есть в одном месте написано родился и умер а здесь и сам всевышний укрепил его слова 76 56 о сегодня же будут говорить такой-то и такой-то муж родился в нем и сам всевышний укрепил его господь в переписи народов напишет такой-то родился там вот такая разница мы не можем не сказать ни о ком не что родился человек и тотчас его укрепил господь тотчас подал ему помощь есть такое место судей 1324 и родила жена сына и нарекла имя ему самсон и рос младенец и благословлял его господь жили двое неплодных просили бога и наконец бог дал им сына родился освободитель страны израиля и господь его сразу благословил он наполнился необычайной силой здесь говорится родился такой-то и мы знаем какой родился по обетованию сын божий от преснодевы марии и сам всевышний укрепил его и благословил его господь в переписи народов напишет какой-то родился там не в переписи одного народа а в переписи всех наций мира вот какая разница между тем кто родился в тире и тем кто родился в едоме если перепись будет здесь то попадут в переписи только те кто родился здесь а кто в китае родился и там живет в перепись которая по россии не попадет если в индии перепись то кто родился в англии он в перепись там не попадет если переписывать не по месту жительства по месту рождения как было в израиле а здесь написано в переписи народов откуда идет летоисчисление от рождества иисуса христа раньше так и писали год такой-то 1917 от рождества христа вот от р от р от рождества иисуса христа проходит год два двадцать лет наступает 1936 год год смерти крупской и никто не мог догадаться что каждая дата в партийном документе в печати свидетельствует о рождестве иисуса христа везде нужно было писать от рождества иисуса христа или даже не писать но это и так понятно с 1936 года стали писать н.э. новая эра с новой эры а что это за новая эра по сути ничего с этой переменной в документах не изменилось почему эра была старая а тут стала новая да только потому что на землю сошел сын божий который взял грехи мира на себя и обновил этот мир кровью своею примирив его с богом вот почему и называется новая эра а не потому что там считали в обратном порядке а теперь стали считать по возрастающей степени как получить благословение числа 6 23 24 скажи арону и сынам его так благословляйте сынов израилевых говоря им да благословит тебя господь и сохранит тебя дает пример этого благословения когда мы желаем благо то научимся так говорить да благословит тебя господь и сохранит тебя чтобы у тебя все было успешно все по слову божию в законе 28 3 говорит о благословении которое человек имеет от бога и в городе и в селе и в семье и в своих детях все благословения какие люди знали до пришествия христа достойные могли их принимать обычно один в одном благословении в одном благословении имеет другой в другом один говорит у меня настолько жизни все благополучно идет даже высказать нельзя где бы не начал строить у меня все идет сажусь и такие мысли бог подает у меня двухсотые изобретения но единственная у меня беда с женой как привесок какой на каждом шагу перечит молчала все время но как только я принял крещение как взбесилась на каждом шагу меня учит принародно позорит и ничего не могу сделать поучи я ее как я ее раньше учил то мигом поставил ее в свою колею я бы попросил бога на пять минут сделаться неверующим и я бы поставил ее в рамки но я не могу пятью минутами рисковать в которой я могу умереть значит нужно все время просить чтобы бог дал благословение и на это ибо все благословения сконцентрированы были на Иисусе Божьем на Сыне Божьем Иисусе Христе какой-то и такой-то то есть Иисус Христос рожденный от Девы Марии рожденный без семена рожденный без страдания Божией Матери в родах каждой женщине мучается а она без истления Бога слово родила сущую матерью Богородицу мы величаем сегодня же в храмах читают из книги Варуха но почему-то указывают одновременно в календарях и на пророка Иеремию они были друзьями но книга называется четко книга Варуха Варух 3006 по 4.6 сей есть Бог наш и никто другой не сравнится с ним он нашел все пути премудрости и даровал ее рабу своему Иакову и возлюбленному своему Израилю после того он явился на земле и обращался между людьми счастливы мы Израиль что мы знаем что благоугодно Богу не в монастыре сидел Сын Божий не завести нами прятался а обращался между людьми как и пророки говорят написано что из селения в селение переходил идите в Галилею я вас там предваряю он обращался среди овец пророк видел это пророческим оком что Христос будет сидеть незакрытый он не будет как говорят об Иоанне Крестителе основателем монашества но если Христос основатель монашества то он должен был сидеть за стенами а тут написано он обращался между людьми а какая от этого польза счастливы мы что мы знаем что благоугодно Богу вот наш ответ ему так как Господь ходил и непрерывно учил то это учение коснулось слушателей и счастливы мы что мы знаем что благоугодно ему а чтобы знать что благоугодно и Иисусу мы должны знать его закон мы должны держать в руках Святую Библию он явился на земле и обращался между людьми Бог сошел на землю вот для него мы пришли сегодня чтобы снова вникнуть в эти пророчества и приблизиться к тому что Господь предсказал в Новом Завете апостол Павел говорит Евреям 6.7 земля пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающий злак полезны тем для которых возделывается получает благословение от Бога разве мы этого не знаем? многие этого не знают списывают на погоду на неплодородие на неправильное руководство не вовремя посеяли не вовремя пололи не вовремя убрали а во всем этом есть ли благословение? земля многократно пившая сходящий на нее дождь она превращает то что посадили в нее и получает благословение от самого Бога этим растением этой землей являемся мы 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 многократно пьем божественное слово слушая его читая орошаемые благодатью Божией мы должны приносить плод который от нас ожидает Хозяин Хозяин наш Господь Он нас насадил на этой земле мы родились Он в нас насадил закон свой и ждет доброго плода вот в чем заключается благословение добрый плод плод мира и любви Далее уже пророк Михей говорит удивительные слова которые в церкви читаются кратко Михея 5.2 и ты Вифлеем Ефрофа мало ли ты между тысячами иудинами из тебя произойдет мне тот который должен быть владыку и в Израиле и которого происхождение изначало одни вечных то есть хотя маленький какой-то там поселок как потеряевка но ты ничем не меньше самых великих городов потому что из тебя произойдет вождь кто произойдет из нашей местности кого породил Барнаул говорят тут был ползунов и перечисляют других известных людей а был ли здесь человек который нес людям Евангелие день и ночь мы можем похвалиться что здесь прошли стопы людей которые сказали миру новое слово такие как Федор Достоевский такие как Макарий Глухарев это был настоящий апостол он крестил более 500 алтайцев он перевел на их языки Евангелие богослужебные книги алтайский народ знает его он имеет своего ходатая так мы думаем раз церковь прославила так и принято считать что он на небе и ходатайствует за благовестников я лично думаю что он святой и он на небе он оставил все и пошел к народу которого никогда не знал изучал их язык это был настоящий апостол ни новосибирская земля не может похвалиться ни кемеровская ни томская а алтайская может и далее написано так Матфея 26 и ты Вифлеем земля Иудина ничем не меньше воеводств Иудинах ибо из тебя произойдет вождь который упасет народ мой Израиля из Вифлеема он и память о том отмечаются сегодня и что же этот вождь кого будет пасти овец словесных то есть нас пророчество как бы заканчивается Евангелием от Матфея но когда мы читаем Михея 5.4 что указано в чтении на сегодняшний день то там написано и станет он и будет пасти в силе Господней величие имени Господа Бога Своего и они будут жить безопасно ибо тогда он будет великим до краев земли пастухи бывают разные бывают небрежные а некоторые так хорошо пасут как Иаков нужно преодолевать много опасностей потому что звери нападают уводят стадо он говорит евангелие от Иоанна 10.29 отец мой который дал мне их больше всех и никто не может похитить их из руки отца моего будет он с большой буквы мир вот тогда когда мы доверимся ему пастырю тому вождю который происходит из Вифлеема он ничем не меньше воевод Иудинах то этот вождь будет нас спасти на злачных пажитях он пастырь мой и я ни в чем не буду нуждаться говорит Давид итак мы сегодня вспоминаем этот день как день примирения человека с Богом когда наступила полнота времени когда мрак сгустился над землею и все идеалы исчезли тогда рождается Сын Божий об этом говорят нам пророки об этом мы слышали сегодня песнопение царя пророка и псалмопевца Давида Галатам 4.4 но когда пришла полнота времени Бог послал Сына Своего единородного который родился от жены подчинился закону если кто-то будет говорить что Христос из воплощения божества как говорят кришнаиты а другие нации иные бредни то мы скажем скажите в переписи народов ваше божество записано скажите от него ли это исчисление идет нет все что здесь написано не может относиться к простому человеку из тебя произойдет вождь из большой буквы который упадет народ мой мне он будет назван миром Магомета кто назовет миром когда Георгий Хазевит говорит что над ним дьявольское знамение полки сатанинские это в житях святых написано а у Христа какие знамена он говорит я мир и набрал таких овец мирных и просылает нас как овец среди волков сегодня мы слыша его голос скажем господи хотя вокруг бушуют войны терроризм но ты избрал нас ты наш мир и мы будем жить безопасно некоторые скажут что арестовали епископов да какая же это безопасность арестовывали из руки его никто не похитит мы же концентрируем внимание на своей плоти а человек это не плоть когда человек умирает то говорят прах его или тело его похоронили но не он сам его уже здесь нет говорят там убитые мы видели пять тел лежит а когда с Иаковом прибыли в Египет то написано 75 душ предпочтение отдается высшей части в человеке душе итак из руки его душу никто не похитит вот такой смысл тем более если за христа убивают то как правило церковь канонизирует их в тот же день евангелие 2 на 10 глава 28 по 29 стих и я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек и никто не похитит их из руки моей отец мой который дал мне их больше всех и никто не может похитить их из руки отца моего и блаженны мы если до конца будем веровать в рожденного бога младенца который сегодня этим празднованием напоминает нам нам и о своем скором втором пришествии если рождение христа было две тысячи лет назад но в нас он не отобразился образно сказать не родился то пользы нам никакой не будет от празднования исаи 1.13 не носите больше даров тщетных курение отвратительно для меня новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть беззакония и празднования мы должны во всем быть подобны ему в рождении в жизни в благословении верности отцу небесному благословен господь и каждый может сказать это если скажет благословен грядущий во имя господне ему слава во веки аминь стихотворение вы ощущали радость и побед рассматривая пленных и трофеи вста фейерверков в залп и праздничный обед в честь победителя кто не другу развеял да стоило трудиться и потеть сражаться за спасение дальних ближних расторгнуть западню и вызволить на свет а изверги про гордость и путь пусть лижут ученье шли на поступух не зря не досыпали мерзли сомневались в пол неба разгорелась вдруг земля и осветила сумрачные дали кто не исследует писание не читают не молятся чтоб постигнут тайну ленивым помогать с какой же стати когда они свой воз совсем не тянут там в огустелой тьме и мраке беспросветном до горизонта черноты стена что польза жаловаться и не ждать ответа с привычкой обрещенности стонать на помощь мужественным храбрым и отважным сам иегова обещал прийти и разум просвещенный нам подскажет писанию отнюдь не вопреки кто испытал победный клич исторгнув десятикратное приумножение воли тот с малодушия сорвет бельмо как шторки вкусил не выплюнул что значит слово солью стихиры стихи и главы в корках зачехленные их распакуй читай знай наизусть к победе поутру на сто земных поклонах ни в храмах ни в иконах твоей победы суть смотри на прошлое приобретая опыт не будь назло походлив не смей и не согнись традиции корни тысячелетий копоть пока дух божий в стане не разожжет не разожжет огни Игнатий Тихонович Лапкин 11 января 2005 года Аминь 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 Если есть какие то вопросы братья можете задавать Нету все знают прекрасно Брэд вещества я там повтор скинул на об одном деле посмотрите сразу Сейчас посмотрим Ответ жду Ух 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 Продолжение следует...